Привет, друзья! С вами Фёдор Самородов. Я сейчас в Чикаго на конференции Ignite и здесь только что было объявлено о скором выходе 2016 версии SQL Server, в которой нас ждет много всего интересного. А сейчас я расскажу про технологию Always Encrypted. До 2005 версии в SQL Server, как вы помните, не было штатных средств шифрования, зато потом такое началось и теперь Microsoft предлагает нам шифровать вообще всё, до чего можем дотянуться. Давайте посмотрим, что Microsoft подготовил нам по части шифрования в следующей версии SQL Server. Итак, если мы хотим данные зашифровать, а мы понимаем, что шифрование это, конечно, вещь в наше непростое время необходимая, то что мы можем сейчас сделать, что у нас уже есть. В 2000 версии шифрования не было в SQL Server встроенного вообще, не было документированных средств и мы в базе либо шифровать ничего не могли, либо приходилось что-то своё изобретать. Но в 2005 версии Microsoft шифрование добавил и добавил сразу его хорошо. Появилась куча функций, разные алгоритмы шифрования, а кроме шифрования ещё цифровая подпись, да ещё можно подписывать не только данные, но и программный код в хранимых процедурах. В общем, вроде бы всё как надо. Но вот эти вот функции на практике было применить крайне сложно, потому что если база у вас уже есть, то встроить в неё вот такое шифрование, это означает переписать все хранимые процедуры и вьюшки, в общем, переписать все запросы к данным, которые должны быть зашифрованы. Не очень оказалось удобно. В 2008 версии появилось шифрование для администраторов, так скажем, новый подход к шифрованию, новая стратегия. И эта стратегия отличалась тем, что она полностью была декларативной, то есть не надо писать код. Вообще, в информатике мы часто сталкиваемся с таким выбором, решить задачу какую-то процедурным подходом или декларативным. Процедурный подход, он всегда более гибкий. Вы можете написать всё, что угодно, всё, что хотите запрограммировать. Ну, например, процедурный подход к контролю целостности. Вы можете написать любые ограничители в триггерах, хранимых процедурах, всё, что хотите. Но это надо писать. Процедурный подход гибкий, но неудобный. Надо писать код, этот код надо отлаживать, сопровождать и это вызывает разные проблемы. Декларативный подход подразумевает, что вы не объясняете компьютеру, как именно нужно решить задачу. Вы просто декларируете, что должно получиться в итоге. Вы просто говорите, что база должна быть зашифрована или не должно быть дублирующихся строк в таблице. Это декларативный подход. Создаете уникальный ограничитель и всё, дубликаты строк не появляются. А если бы вы то же самое триггером делали, то вы добились бы того же эффекта, но это сложнее. Декларативный подход, он всегда проще. И в нашем случае это хорошо, потому что администратор теперь может зашифровать любую базу. Просто зайти в свойства, там есть галочка, поставить эту галочку и база зашифруется. Естественно, надо там ключ выбрать, осознанно всё это делать, но в целом код писать не надо. Надо просто понимать, что происходит и в нужном месте поставить галочку. И всё. Но декларативный подход всегда не гибкий. Чтобы вы не делали декларативные стратегии, вы быстро упираетесь в ограничения, которые преодолеть невозможно никак, кроме как перейти к процедурному подходу. Ну, например, если вы шифруете базу данных декларативным образом, это то, что Microsoft называет Transparent Database Encryption, то у вас нет выбора, что шифровать. Вы либо шифруете всю базу, либо ничего. А это не очень-то удобно. Бывает хочется в базе только одну колонку в одной табличке зашифровать, а всё остальное вроде как не представляет такого прям секрета особого. Но ради одной колонки вы будете вынуждены шифровать всю базу, а также журнал транзакций будет шифроваться, а ещё и TempDB тоже будет шифроваться, что отдельную неприятность создаёт, потому что TempDB обслуживает не только вашу базу, которую вы шифруете, а ещё и все остальные. И у этих остальных баз тоже возникают накладные расходы. В общем, получается как-то не очень удобно. Либо мы не выбираем, что шифровать, а шифруем всю базу, либо надо думать об этом на этапе разработки. С самого начала закладывать вот эти вот вызовы зашифровать, расшифровать, работу с ключами и всё такое прочее. Вот. Хочется как-то преимущество этих двух подходов совместить. И вот в 2016 версии Microsoft предлагает нам третий подход. Он отдельный от этих двух, то есть вы можете их применять все три одновременно, какие-то из них по отдельности. Эти три подхода не пересекаются, то есть они используют там разные ключи, разные механизмы и друг другу в общем не мешают. Но прежде чем вы выберете одну из этих трёх стратегий, как вы будете шифровать данные в базе, следует подумать ещё о трёх как минимум интересных проблемах, таких вызовах, которые вам стоит преодолеть. И лучше подумать об этом заранее, чтобы потом в процессе эксплуатации они не начали вылезать острыми углами, когда уже исправить что-то сложно. Ну, во-первых, стоит подумать, будем ли мы защищать данные от IT специалистов, которые обслуживают базу. Ну вот, которые делают там резервные копии и всё такое прочее. Эти люди, с одной стороны, должны быть администраторами и им это действительно нужно. У них должны быть полномочия для того, чтобы в базу заглядывать и там что-то делать. А с другой стороны, данные, которые мы там храним, вполне возможно для администраторов-то и не предназначены. Во-вторых, имеет смысл задаться таким вопросом, а как мы будем делать поиск по зашифрованным колонкам? Ну, если вы применяете декларативную стратегию, то тут проблем нет. Данные-то шифруются при записи на диск и при чтении диска расшифровываются. А вот если вы процедурный подход выбираете, то тут, в общем-то, никак быстрый поиск не организовать. Потому что колонка у вас будет хранить зашифрованные значения и чтобы в ней что-то найти, нужную позицию, нужную строку, вам придется всю колонку расшифровать. Ну и потом сможете как-то найти то, что искали. Ну то есть это будет очень медленно и, наверное, не стоит вот таким процедурным образом шифровать колонки, по которым вы планируете делать джойны или поиск или там группировку какую-то важную, ответственную. Ну и третье соображение, которое имеет смысл обдумать, прежде чем вы возьметесь за клавиатуру, это действительно ли вы хотите шифровать данные в базе. Потому что база, она ведь у нас, как правило, не сама по себе ценность представляет, да? Она, скорее всего, сделана для обслуживания какого-то приложения, которое уже в свою очередь представляет ценность и делает что-то полезное. Две предыдущие стратегии, которые у нас SQL Server уже есть, подразумевают, что вы прямо в базе данных шифруете. Ну и это, в общем, неплохо, потому что в SQL Server вся поддержка этих всех вещей уже есть. И плюс, если с вашей базой работают разные приложения, какие-нибудь там системы отчетности, аналитики, операционные системы, еще веб-сайт у вас к этой базе прикручен, то хорошо, если вы шифруете все в одном месте в базе, вам не придется поддержку шифрования описывать, программировать и реализовывать как-то во всех вот этих вот приложениях. То есть в базе шифровать неплохо. Но, с другой стороны, SQL Server ведь не резиновый, и шифрование, оно добавляет какую-то нагрузку на процессор, который может быть нежелательно. И хочется по возможности всю такую нагрузку вынести, конечно, в приложение. Ну и вообще, в теории, чем раньше мы данные зашифруем и чем позже расшифруем, тем, в принципе, лучше. Поэтому, может быть, стоит все-таки в приложении попробовать данные шифровать. И базу разгрузим, и масштабироваться система будет лучше. Ну, в общем, это интересный вопрос, если вы находитесь на стадии разработки и еще пока ничего не предприняя. Так вот, третья стратегия, которую предлагает нам Microsoft, более современная, более продвинутая, надо полагать, она как раз использует вот такую идею. А что, если шифровать данные не в базе, а в приложении? Ну, сразу же возникают вот те вопросы, которые я сейчас обозначил. Хорошо, будем мы шифровать данные в приложении. В базе данные будут тогда храниться в зашифрованном виде, администратор ничего не поймет, это хорошо. И данные по каналам связи между базой и приложением тоже будут передаваться уже точно в зашифрованном виде. Даже если там база в облаке где-нибудь, или приложение в облаке, а другой компонент приземленный. В современных условиях это важно, чтобы все передавалось в зашифрованном виде. И даже если где-то посередине злоумышленник влезет там с профайлером, например, начнет запросы перехватывать, ему это не поможет, если вы все шифруете в приложении. Но, если вы собираетесь это реализовывать самостоятельно, то действительно учтите, что сейчас с базой может быть одно приложение работает, а потом понадобится еще одно, еще подключить. И вам придется вашу схему шифрования реализовывать во всех этих программах. Ну и, кто знает, на чем там эти приложения будут написаны в будущем, может быть, таких замечательных средств шифрования встроенных не будет у разработчика приложений. Или средства шифрования будут, но не будет доступа к инфраструктуре ключей, например. А это тоже важно. То есть, просто так, если бы мы вынесли слой шифрования в приложение, было бы не очень хорошо. И Microsoft придумал, куда же это шифрование воткнуть, так, чтобы оно создавало минимум проблем и на сервере, и на клиенте, и было максимально прозрачным для приложения. Это, конечно же, драйвер, через который приложение работает с базой данных. Приложение, оно ведь не напрямую к базе обращается, да? Оно обращается к библиотеке ADO.NET и через нее отправляет запросы и получает результаты из базы. Так вот, давайте будем шифровать как раз вот в этом драйвере, вот в этой прослойке. Новая версия ADO.NET как раз вот это умеет. И к моменту выхода 2016-го SQL Server она будет поддерживать все необходимые операции для того, чтобы вы могли этим воспользоваться. Итак, важный момент. Данные шифруются на уровне драйвера в ADO.NET. И что это значит? Это значит, что не только они там шифруются, но и ключ тоже хранится где-то там. То есть в базе ключа нет. И если злоумышленник похитил нашу базу, ключа он не получит. И даже администратор ничего расшифровать не сможет, я имею в виду администратора базы данных, потому что данные приходят в базу уже зашифрованной на клиентской стороне. Но с другой стороны, приложению это тоже не мешает, потому что приложению кажется, что данные он получает нормальные, расшифрованные. И для него эта система тоже прозрачно. Вот так это работает. Это концепция. Ну и в принципе, если вы с SQL Server напрямую не работаете, а просто хотите быть в курсе происходящего, то дальше можете не смотреть. Концепцию вы уже знаете, и все преимущества и недостатки из этого факта простого вытекают. Что теперь мы будем шифровать данные на уровне драйвера. Дальше давайте разберемся поподробнее. Как же это все устроено? Устроено довольно хитро. И хитрость в том, что можно шифровать избирательно данные не всю базу, а только те колонки, которые вам нужны. Д плюс еще и есть несколько интересных опций, которыми вы наверняка захотите воспользоваться. Смотрите, что нужно будет сделать, если вы соберетесь воспользоваться вот этой третьей стратегией. Кстати, эта третья стратегия называется у нас Always Encrypted. Почему? Потому что данные зашифрованы везде. Не только пока они лежат в базе, а еще и пока они передаются на клиентскую сторону. Это важно. Итак, ключевой момент связан с ключом. Где этот ключ, самый важный, мы будем хранить? Выбор очень важен, потому что мы этот ключ не просто будем хранить. Мы будем его, во-первых, охранять от кражи злоумышленникам, то есть как-то хранить его там в защищенном виде. А во-вторых, мы будем, наверное, иногда этот ключ как-то менять периодически, ну как положено, как предписывает политика безопасности. Периодически его, может быть, захотим обновлять. Плюс его надо будет уметь импортировать, экспортировать между разными системами. Мы же хотим, в конце концов, чтобы несколько приложений могли с одной и той же базой работать. А там данные зашифрованы. Итак, ключ вы будете хранить, в принципе, где сами пожелаете. Microsoft говорит, что к моменту выхода 2016-го SQL Server будет добавлено довольно много интересных опций для хранения ключа. В том числе в облаке, в том числе на локальной машине, в том числе где-то еще. То есть, Microsoft это все продумал, и у вас не будет проблем с перемещением этого ключа между разными защищенными хранилищами, импортом, экспортом и так далее. Главное, что ключ хранится за пределами SQL Server. То есть, администратор SQL Server его украсть не сможет. Но, чтобы обеспечить удобное управление этим ключом, ведь этот ключ надо приложению получать как-то, чтобы данные расшифровывать. Чтобы обеспечить централизованное управление, ссылочка на этот ключ на SQL Server будет все-таки храниться. Вот такой командой вы этот ключ можете создать. Он называется MasterClutch. Почему MasterClutch? Потому что этим ключом вы не будете шифровать сами данные. Вы этим ключом будете шифровать другие ключи, которые уже будут шифровать сами данные. Ну, это стандартная схема, она везде в шифровании применяется, и это действительно удобно. Так вот, вы SQL Server просто говорите, где этот ключ лежит. Вы указываете на него ссылку. И вот этих вот провайдеров, case store provider name, их к моменту выхода SQL Server будет много разных. Вы SQL Server говорите, где этот ключ искать, но сам SQL Server вот в это место туда залезть не сможет. Он лишь сможет клиентскому приложению, или точнее библиотеке ADUNET сообщить, что я настроен так, мол, что ключ лежит вот там-то. Если ты приложение можешь, иди туда и этот ключ там забери. То есть доступ к ключу будет только с клиентской стороны. Но SQL Server в принципе будет знать, где он хранится, и сможет приложение направить туда, вот в это место. Это мастер-ключ, которым мы сами данные не шифруем, а сами данные будем шифровать другим ключом. Этот шифрующий ключ может быть не один, их может быть несколько, и вы можете там выбирать разные какие-то алгоритмы для шифрования разных колонок. Это column encryption key, то есть это ключ, которым будут шифроваться данные в каком-то конкретном столбце. Вы можете несколько колонок шифровать одним ключом, можете для каждой колонки, если хотите, выбирать свой ключ. В любом случае, этот ключ будет, во-первых, храниться прямо в базе данных, но это не страшно, потому что, во-вторых, он будет зашифрован вот этим мастер-ключом, который в базе данных не хранится. Ну и если я базу данных похитил, или если я вообще администратор SQL Server, то расшифровать этот column encryption key я не смогу. Вот такой командой вы сможете его создать. Как эту команду правильно понимать? Вы создаете на самом деле не ключ, вы этот ключ как бы в базу импортируете. То есть, этот ключ, он уже создан и он уже зашифрован каким-то мастер-ключом. И в SQL Server вы вот в этой команде сообщаете зашифрованное значение вот этого column encryption key. То есть, получается, что SQL Server этим ключом воспользоваться вообще не может. Для SQL Server этот column encryption key совершенно бесполезен, потому что он знает только зашифрованную версию этого ключа и расшифровать его не может, потому что у SQL Server нет доступа к мастер-ключу. Вот так. Так а зачем же он ему нужен? Все правильно. Мы этим column encryption key не собираемся в SQL Server ничего шифровать. Мы шифровать будем им на клиентской стороне. А хранить его нужно на сервере для того, чтобы сервер мог приложению этот ключ передавать. Чтобы нам проще было новые приложения подключать к этой системе и проще было этими ключами управлять. Поэтому они хранятся вот в одном месте рядом с данными, которые они шифруют. Ну, то есть, в базе. Вот так. Как видите, администратор тут ничего расшифровать не сможет, даже если очень захочет. Хорошо. Дальше мы создали вот эти все ключи. И теперь что с данными делать? Дальше мы выбираем, какие колонки в каких таблицах мы собираемся шифровать. И здесь опять же нам не нужно писать какого-то кода. Не надо вызывать функции encrypt by, decrypt by, как было раньше. Не надо типы данных подбирать в арбинаре нужной длины для хранения зашифрованных версий в зависимости от алгоритма. Ничего такого не надо. Мы объявляем эти колонки как обычно. То есть, тип данных выбираем тот, который нам нужен. Только добавляем свойства в метаданные этой колонки такую вот опцию, что хранить в зашифрованном виде. И вот ключ, которым будет зашифрован этот столбец. Вот так. Ну, вы можете для простоты одним ключом шифровать все колонки, которые вам нужны. Вот так. То есть, обычный крейт тейбл с небольшой опцией. Никакого программного кода писать не нужно. И с точки зрения SQL Server, ну, просто появляется колонка в таблице. Только у нее на самом деле при хранении будет использован не money тип, и вообще не тот тип, который вы объявили. А SQL Server сам подберет механизм хранения и нужное количество места сам выделит. Обратите внимание на интересный выбор Encryption Type. Encryption Type вы указываете отдельно для каждой колонки, и он может быть одного из двух типов. Надежнее всего Randomized. Это означает, что при шифровании одного и того же значения несколько раз, вы будете получать разные шифровки, разные зашифрованные версии. Ну, допустим, вот у некоторых сотрудников одинаковая зарплата. А после шифрования она будет разная. Там будут бинарные данные, какие-то бессмысленные, и они будут разные. Даже если у всех сотрудников вы поставите в колонке зарплата одинаковые значения, после шифрования все они будут разные. Это хорошо, потому что это надежно, это затрудняет работу злым хакерам, но это, с другой стороны, плохо, потому что в базе вы не будете видеть, различаются или не различаются значения в разных строках. А это может быть важно, если вы собираетесь делать поиск, если вы собираетесь находить сотрудников в таблице с какой-то заданной зарплатой, то тогда такой вариант не подходит, потому что в базе будет такая мешанина, что непонятно, будут одинаковые значения зашифрованы или разные. В этом случае вы можете выбрать детерминированный способ шифрования, и тогда, если у двух сотрудников одинаковая зарплата, то после шифрования эта зарплата превратится в совершенно одинаковые бинарные значения. Это значит, что вы можете это значение использовать в SQL-запросах, то есть вы сможете сотрудника с нужной зарплатой искать, в секции В можете группировать, можете джойнить, дистинкт можете вычислять. В общем, такие операции делать, где проверяется равенство, равенство или неравенство. Вы не сможете, конечно, над числовыми значениями больше и меньше выполнять, но сравнивать можно. Это уже неплохо, потому что join, group by, where, distinct, это все может быть нужно. Но, конечно, теоретически вы таким образом снижаете степень защиты, облегчая работу взломщику. Ну и подбор зашифрованных значений. Итак, в базе мы все сделали, ключи там хранятся, нужные метаданные у колонок мы объявили. Теперь нужно на клиентской стороне это шифрование запустить, потому что если сейчас вы в базу полезете, там будут просто бинарные непонятные значения. Драйвер ADO.NET уже все про это шифрование знает, и ему не нужно ничего рассказывать ни про алгоритмы, ни про ключи, ни вообще ни про чего. Вы просто говорите, что используем вот эту вот новую стратегию шифрования. Column encryption setting enabled. И все. Все остальное он узнает сам. Неспроста мы централизованно в SQL сервере сохранили и ссылочку на мастер-ключ, и зашифрованной версии колоночных ключей, и метаданные. Все это драйвер будет получать из базы данных. Вот такой хитрый ход позволил Microsoft разрулить вот те самые противоречия, о которых я говорил, связанные с переносом шифрования на сторону приложения. Ну, в общем-то и все. Если вы разработчик, то добавление вот этого параметра в строку соединения, на этом ваша работа, в общем, заканчивается. Ну, а дальше события будут развиваться следующим образом. Дальше, то есть уже во время работы приложения на клиентской стороне, что будет происходить. Вы обращаетесь, как обычно, через ADO.NET к базе. Ну, в принципе, вы можете напрямую select написать, но тогда вам придется значение самостоятельно шифровать, если вы хотите их как параметры передать. Если select только данные возвращает, то это нормально. А вот если вы хотите какой-то делать фильтр, поиск, то придется либо самостоятельно шифровать данные перед написанием select, но вы, наверное, этого не хотите, либо работать через ADO.NET. Но я думаю, вы все через ADO.NET предпочитаете работать, поэтому для вас ничего, в общем-то, не меняется. Смотрите, вы объявляете параметр, причем зашифрованных значений здесь никаких нет. Вы работаете, как и раньше, с чистыми значениями. И это хорошо, потому что это означает, что модификация приложений не потребуется. А уже при добавлении параметров ADO.NET поймет, что колонка, с которой мы имеем дело, зашифрована. И надо, значит, перед передачей, перед конструированием запроса и передачей его на сервер, какие-то действия предпринять. Какие? ADO.NET запросит в сервер информацию о том, какие колонки хранятся в зашифрованном виде. И увидит, что колонка с зарплатой, как раз по которой вы собирались делать фильтр, она зашифрована. Значит, от сервера придется запросить еще и column encryption key. Ключ, которым зашифрована вот эта колонка. Это драйвер будет делать не каждый раз, конечно, не при каждом запросе. Он эти все ключи, все эти метаданные у себя закэширует, разумеется. Поэтому накладные расходы здесь новые какие-то не появятся. Дополнительные циклы обращения к серверу, они по одному разу только прокрутятся и все. Итак, драйвер запросит расположение мастер-ключа. И мы предполагаем, что у клиента, у клиентского приложения туда доступ есть. Возьмет этот мастер-ключ, получит с сервера колоночный ключ. У себя на клиентской стороне этот колоночный ключ расшифрует. И сможет использовать его уже для работы с зашифрованными колонками. То есть при чтении из базы расшифровывать, при записи или при поиске, или при группировке, там и так далее, зашифровывать. Вот так. Вот зачем нужно было централизованно на сервере все это описывать. Для того, чтобы меньше работы было программисту, который пишет клиентское приложение. Итак, драйвер это все теперь знает и способен результаты селектов расшифровывать для нас. А параметры, которые мы передаем в наших запросах, наоборот, зашифровывать. И вот это вот он и делает. После обработки драйвером наш запрос приобретет вот примерно такой вид. В тех местах, где вы будете пытаться искать или группировать или там джойнить по колонкам, которые были зашифрованы, вот в эти места будут поставлены уже зашифрованные значения. Но вы этого не увидите, потому что вы работаете через параметры ADUNET и там у вас все данные открытые, расшифрованные. А вот если администратор профайлером начнет перехватывать трафик и посмотрит, что за запросы посылает приложение, то он увидит вот такие вот зашифрованные значения и ничего не поймет. И еще раз не забудьте, при описании колонки очень важно выбрать тип шифрования. Поиск и всякое сравнение, группировка возможно, если вы используете детерминированное шифрование. В этом случае у вас одинаковые значения шифруются все время в одинаковую шифровку. Ну, а рандомное шифрование, оно надежнее, но не такое гибкое. Но если вам нужно эту зарплату, скажем, только смотреть и никогда в жизни не понадобится по этой зарплате делать какой-нибудь там поиск или что-то еще, то нормально, выбирайте рандомный способ шифрования. Будет все надежно. Вот так. Такая у нас теория. Теперь у нас есть третья стратегия шифрования. Наряду с процедурным шифрованием EncryptByDecryptBy, наряду с прозрачным Transparent Database Encryption, теперь еще есть вот такое колоночное шифрование, которое с одной стороны и позволяет выбирать, что шифровать, а с другой стороны обходиться без написания какого-то кода. Давайте подведем промежуточный итог. Итак, почему это хорошо? Ну и вообще, надо полагать, что вы захотите теперь в первую очередь именно такое шифрование использовать. Неболее эффективное. Почему? Потому что мы можем теперь указывать, какие колонки шифровать, какие не шифровать. Это очень здорово. И всю базу многотерабайтную ради одной колонки шифровать теперь не обязательно. И кода писать не надо. По-прежнему делается все это декларативно, только путем внесения изменений в метаданные. Также это уникальная возможность защититься от администратора. Если вашему администратору не доверяете, то, пожалуйста, вот это вам поможет. Но только учтите, что под администратором, конечно, мы понимаем не вашего сотрудника, наверное, в первую очередь, а мы понимаем провайдера, у которого вы будете эту базу хранить. То есть вы можете смело переносить базу в облако, а потом в какое-нибудь другое облако, а потом еще куда-нибудь. И в шифровании ничего дополнительно менять не надо. Ну и система в целом должна быть у нас более масштабируемой, потому что теперь SQL Server не будет внутри себя заниматься ресурсоемким шифрованием. А это может быть тоже важно, потому что если у вас там что-то серьезное, то, может быть, вы надумаете свои какие-то алгоритмы подключать. SQL Server, это с 2008 версии, в принципе, умеет. И эти алгоритмы, они могут быть какие-нибудь там очень ресурсоемкие. Вот теперь вы можете эту всю нагрузку вынести в приложение, а приложение ее переваривает гораздо проще, чем база данных. База данных, она у нас, как правило, в одном экземпляре, и чтобы ее как-то клонировать, реплицировать, надо серьезные усилия приложить. А приложение, оно своих собственных данных не хранит, оно их только кэширует, поэтому его можно клонировать, размножать легко, без каких-то проблем. Вот так все здорово. Но, как обычно бывает, что-то у нас становится лучше, но что-то все-таки становится хуже, или какие-то возникают новые проблемы, о которых надо подумать. Что остается у нас в такой проблемной области? То есть о чем надо подумать, прежде чем решиться на вот эту вот новую стратегию шифрования? Ну, сразу следует заметить, что если вы разработчик базы данных, то, конечно, на этапе разработки вам вот надо это учесть. Правда, это не очень страшно, потому что не придется менять код, не придется менять SQL-запросы, все как прежде, просто вы должны учесть, что колонки некоторые будут на севере храниться в виде другого типа данных, и они будут физически зашифрованы. Но приложение этого особо почувствовать не должно. То есть готовую базу данных теоретически уже можно вот так вот защитить шифрованием, совсем немножко потратив времени. Также в минусы я решил записать то, что теперь базу данных проще перенести в облако. Ну, почему в минусы? Потому что все администраторы, они же противятся к переносу в облако. Да, есть куча объективных причин, и плюс еще одна субъективная причина для администраторов очень важная. Если вы активно используете облачные технологии, то компаниям уже не нужно большое количество квалифицированных администраторов. Чтобы администрировать облако, этих администраторов нужно гораздо меньше и требуется гораздо ниже квалификации от них. Точнее, так, не требуется такая высокая квалификация. Вот поэтому администраторам придется как бы искать новую работу. Поэтому администраторы облака не любят. Ну, и вот с появлением такой технологии действительно реально становится легко и безопасно переносить в облако самое ценное, что у нас есть, наши базы данных. И возразить тут, в общем-то, администраторам теперь нечего. Ах да, что с теми двумя старыми стратегиями шифрования, которые у нас есть? Они тоже могут еще вам пригодиться. Ну, стратегия, которая декларативная, Transparent Database Encryption, она хороша тем, что база у вас вся целиком зашифрована. И вы можете не бояться, что там ваш провайдер хоть что-то там такое может. И вы можете не бояться, что если злоумышленник украл винчестер с вашей базой или бэкап, то он что-то там увидит. Нет, если он украл диск, то данные будут зашифрованы. Ну, а процедурная стратегия, она, конечно, нужна гораздо реже, но все равно теоретически она может вам пригодиться, потому что она очень гибкая. И вы там можете запрограммировать такие хитроумные криптографические схемы, которые вот такими декларативными стратегиями никак не обыграть. Приходите к нам на курсы в учебный центр «Специалист», и я вам про такие схемы расскажу. Ну что же, теперь мы знакомы с теорией. Ну, а демку давайте в следующей серии посмотрим. Не забудьте подписаться на наш канал на YouTube. Там скоро появится вторая серия. Будем экспериментировать. Ну, а то, что вы сейчас видели, Microsoft рассказал нам на конференции Ignite. И мы уже очень скоро сможем это попробовать. И скоро увидим новую версию SQL Server. Друзья, рад был снова встретиться с вами. Заходите почаще на мой канал на YouTube. Добавляйтесь в друзья в сетях, пишите электрописьма. Ну и, конечно, приходите учиться в лучший учебный центр «Специалист». Увидимся. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok